Дорогие мусульмане, уважаемые единоверцы, продолжаем с вами цикл ежедневных уроков перед Ифтаром. И сегодняшняя тема будет посвящена важности совершения молитвы. Как ни странно. Что такое молитва? Ас-саля. В лексическом значении молитва, ас-саля, это дуа, то есть обращение с мольбой ко Всевышнему Аллаху. Но когда пришел шариат, он сузил это понятие и и дал определение следующим образом, что молитва это совершение определенных действий, определенных слов в определенной последовательности, начало которым это тагбират али-харам, то есть слова Аллаху Акбар, и завершение которых это таслим, то есть слова ас-саляму алейкум ва-рахматуллах. Первой особенностью молитвы является то, что это является самым важным поклонением после веры раба Аллаха, своего Господа. Совершение молитвы является самым важным вопросом. Второй момент. Хотелось бы сказать, что молитва объединяет в себе много различных видов поклонения. Она объединяет настолько много разных видов поклонения, сколько не объединяет никакой другой вид поклонения. Это поминание Аллаха, это чтение Кур'ана, это обращение к Аллаху с мольбами и так далее. Это смиренность перед Аллахом, это упование на Аллаха, надежда на Него и так далее. Человек, который входит в молитву, в состояние молитвы, ему запрещено все, что было разрешено до этого. Только думать об Аллахе, поминать Аллаха и направляться своим сердцем ко Всевышнему Аллаху. Третьей особенностью молитвы можно сказать, что это второй столб ислама. Молитва является самым важным постулатом веры, ислама, религии после двух исламских свидетельств. После того, как раб засвидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является его рабом и посланником, после этого он должен приступить постепенно, по мере своих знаний и возможностей к совершению молитвы. Это является очень важным столбом ислама. Как сообщается в хадисе от посланника Аллаха, что молитва – это первый поступок, первый поступок, за который будет спрошен раб Аллаха. И если будет в порядке эта молитва, если она была совершена должным образом в этой жизни, если человек заботился о ней, совершал ее должным образом, то и все остальные дела так или иначе будут в порядке. Но если молитва была не в порядке, либо же человек допускал упущение, ленился ее совершать, то и все остальные дела не будут в порядке. Хотелось бы отметить, что четвертой особенностью молитвы является то, что раба Аллаха, мусульманин, мумин, обязан совершать молитву, начиная с момента совершеннолетия и вплоть до самой смерти. Обратите внимание, с момента совершеннолетия и вплоть до конца жизни, то есть абсолютное большинство своей жизни, всю свою сознательную жизнь, раба Аллаха обязан совершать пятикратную молитву в течение дня и ночи, в любых ситуациях, в любых обстоятельствах. Даже если человек болен, он должен совершать молитву по мере своей возможности. Если человек в пути, он должен совершать молитву по мере своей возможности. Если человек даже находится в сражении, он также должен не оставлять молитву и совершать ее так, насколько он это способен сделать. С молитвой связано очень много законоположений шариата. Фикх посвятил очень большую свою часть именно молитве. Если вы откроете книги по фикху, то увидите, что, возможно, одна пятая часть всего фикха, она связана с молитвой. Все остальные части, пост, закат, все остальные виды поклонения, взаимоотношений, они занимают остальные части. Даже от пахара первые главы, первые книги, посвященные фикху, она так или иначе связана с молитвой, потому что является ее условием. Также хотелось бы отметить важность совершения молитвы. Посланник Аллаха в своих ясных хадисах сказал, подчеркиваю, это не наши слова, не слова каких-то ученых, не слова ученых Нэджда или других стран, а слова самого посланника Аллаха, который сказал, Что означает, разница между ними и между нами, разница между многобожниками, неверующими и между нами, мусульманами, это молитва. Кто же оставил эту молитву, тот уже совершил неверие. Подчеркиваю, это слова самого посланника Аллаха. Ученые по-разному подходят к этим хадисам и им подобным, но очевидное и сильное, и Аллах знает лучше правильное мнение, что если человек, зная об обязанности молитвы, оставил молитву по лени из-за пренебрежения к молитве, то он находится в очень опасном положении, если не сказать больше. Поэтому это является четвертой особенностью молитвы, то, что она является обязанностью раба Аллаха, начиная с его совершеннолетия и заканчивая его смертью. Даже детям приказано прививать любовь и постоянство к молитве. Посланник Аллаха сказал, что приучайте своих детей к молитве, начиная с 7-летнего возраста, когда уже 7 лет, это в принципе человек начинает размышлять, понимать, что можно, что нельзя. Уже настаивайте, чтобы дети совершали молитву, приглашайте их, напоминайте им. А уже с 10-летнего возраста, если они отказываются ее совершать, то слегка их шлепайте, слегка их бейте, чтобы они понимали, когда наступит их совершеннолетие, 12, 13, 14 лет, когда это предопределит Аллах, чтобы они уже были готовы, чтобы для них это не было чем-то новым или же непосильным. Такова мудрость пророческих наставлений. Шестое, что хотелось бы отметить, молитва бывает двух категорий. Как выделили ученые ислама, молитва бывает двух видов. Первая – это обязательная молитва, про которую мы с вами говорили. Обязательных молитв пять – это полуденная молитва, послеполуденная, вечерняя, ночная и утренняя молитвы. Что же касается желательных молитв, то здесь намного больше категорий. Вначале хотелось бы отметить, какова же важность и мудрость, и смысл совершения желательных молитв. Во-первых, это дополнительная связь раба со своим Господом. Чем больше человек посвящает свои поклонения Аллаху, и в частности молитву, тем больше он связан со Всевышним Аллахом. Как говорят мудрые люди, если ты хочешь, чтобы Аллах говорил с тобой, то читай Кур'ан. Если же ты хочешь сам говорить с Аллахом, то совершай молитву. В том числе дополнительную, желательную молитву. Второй мудростью, или же смыслом совершения, или смыслом предписанности желательной молитвы, является то, что желательная молитва, как бы компенсирует те недостатки, которые мы с вами допустили при совершении обязательной молитвы. Каждый из нас знает, что только ему стоит приступить к молитве, всякие мысли лезут в голову. Мысли по работе, мысли по семье, мысли, что-то вспоминаешь. Это не что иное, как влияние шайтана, который хочет, чтобы мы отклонились от молитвы и не совершали ее так, как этим будет доволен Всевышний Аллах. Все эти мысли, которые приходят, если раб с ними справляется и продолжает совершать молитву со смиренностью, то, иншаллах, они не повлияют на его молитву и на его награду. Но если раб продолжает думать об этом, о чем-то другом в молитве, помимо Всевышнего Аллаха, если он думает не о рая, не о аде, не о воздаянии, которое его ждет, не об этих вещах, то знайте, что эта молитва, она уже содержит в себе определенные элементы недостатков. Так вот, дополнительные или желательные молитвы, они помогают нам перекрыть те недостатки, которые мы допустили в совершении обязательных молитв. Это смысл предписания обязательных молитв. Что же касается, какие желательные молитвы бывают, то условно их можно разделить на пять категорий. Первая категория – это молитвы Ар-Раватиб. Ар-Раватиб – это те желательные молитвы, которые сожжаются до или после обязательных молитв. Проще говоря. Это четыре ракята до Зугра и четыре ракята после Зугра. Также это может быть два ракята до Зугра и два ракята после Зугра. Два ракята после Магриба, после вечерней молитвы. Два ракята после обязательной молитвы Аль-Иша, вечерней молитвы. И два ракята до утренней молитвы Аль-Фаджир. Это Ар-Раватиб. Второй по значимости после Равати следует молитва Аль-Уитр. Некоторые ученые сказали также об ее обязательности, но более правильным мнением Аллаху Алим является то, что молитва Аль-Уитр также является подтвержденной сунной. Посланник Аллаха не оставлял совершение молитвы Аль-Уитр, даже будучи в пути, даже будучи в путешествии, когда человек сталкивается со множеством сложностей и проблем, он все равно продолжал ее совершать. Третий по уровню следует молитва Таравих. Таравих – молитва, которую мы с вами совершаем коллективно в мечети в Рамадан. Человек может совершать ее и дома, эту молитву, и не в мечети, может сам совершать. Но предпочтительнее это делать в Рамадан, так как этому нас научил посланник Аллаха. После молитвы Таравих следует молитва Ат-Тагаджуд. Тагаджуд – это дополнительная ночная молитва, когда человек лег немного отдохнуть, поспал и потом просыпается и совершает ночную молитву. Как же может быть иначе, если совершение молитвы Тагаджуд чаще всего попадает на последнюю треть ночи, когда Всевышний Аллах спускается на ближайшее небо и говорит, «Ман яд'ууни фаастадибу лах» – «Кто взывает ко мне, я отвечу ему». Кто просит моего прощения, я прощу ему. Кто же просит меня о чем-то, то я ему дам. Обратите внимание на эти важные слова, братья. Сам Всевышний Аллах каждую ночь по своей милости делает это, обращается с этими словами к нам с вами. Нам остается только сделать это. Аллах говорит, «Кто взывает ко мне, я отвечу ему». Взывайте к Аллаху, Он ответит вам. Аллах говорит, «Кто просит у меня прощения, я прощу ему». Попросите у Аллаха прощения в течение дня и ночи, но треть, последняя треть ночи – самое достойное время для этого. И Аллах простит вам. Также Аллах говорит, «Кто попросит меня о чем-то». Вы просите у Аллаха много денег, просите хорошую работу, хорошую супругу, послушных детей, еще что-то. Попросите у Аллаха в это время. Быть может, Аллах ответит вам именно в это время. Аллах щедрый и богатый, и Он даст вам. Хотелось бы сделать небольшое отступление, но очень важное и сказать, что некоторые люди, которые отклонились от правильного понимания, от правильной веры во Всевышнего Аллаха, пытаются сказать, что этот хадис, в этом хадисе не сам Аллах спускается на ближайшее небо, так как подобает его величию, а это ангел спускается. Тем самым они пытаются отрицать атрибуты Всевышнего Аллаха, то, что ему присущ атрибут спускаться на ближайшее небо последнюю треть ночи, так как подобает его величию. Неподобно тому, как это делать могут, неподобно тому, как спускаются какие-то его творения. Мы не можем себе это представить. Но те, кто так говорит, говорит, что это ангел спускается. Ответить им следующим образом можно, что разве подобает ангелу говорить такие слова. Кто взывает ко мне, я отвечу ему. Кто просит у меня прощения, я прощу ему. Кто просит у меня, я дам ему. Разве ангел способен прощать? Разве ангел способен отвечать на дуа? Разве ангел способен наделять уделом? Кто так полагает и считает, что ангел это все может делать, то этот человек не понял ислама. Соответственно, Всевышний Аллах дает нам возможность каждую ночь, дорогие братья, попросить у него, и он ответит нам. Следующей по важности идет молитва Абдуха. Молитва, которая совершается после восхода солнца через 30-40 минут и которую можно совершать вплоть до полудня, за небольшое время до полудня, за 15-20-30 минут до наступления молитвы Абдухр. Минимальное количество молитвы Абдуха это 2 раката. Максимальное это 8 ракатов. По 2 раката. 2-2-2-2. Это что касалось дополнительных молитв. Теперь несколько слов по поводу сезона, когда лучше всего совершать дополнительные молитвы. Это, вне всякого сомнения, дорогие братья, это месяц Рамадан, в котором мы с вами сейчас пребываем. Несколько хадисов по поводу месяца Рамадан, посланник Аллаха, саллаллаху алей ассалям, сказал, «Ман кама рамадана иманан вахтисабан, гуфир аляху ма таقدама мин дамбе». «Кто выстаивал месяц Рамадан в своих молитвах и в своих постах с верой на то, что это предписано Аллахом, и с надеждой на его награду, то ему будут прощены все предыдущие грехи». Также посланник Аллаха, саллаллаху алей ассалям, в другом хадисе сказал, «Ман кама ма аль имам хатта янсарифа кутибалагу кияму лейла» «Тот, кто будет выстаивать вместе с имамом», имеется в виду в месяц Рамадан, как комментируют ученые, молитву Таравих, молитву Уитар. «Пока имам не закончит, то этому человеку будет записываться награда, как будто бы он совершал молитву вплоть до наступления утра». Некоторые братья прерывают молитву с имамом, уходят и дочитывают дома, считая, что тем самым они больше заслужат награды. Возможно, Аллах знает лучше, но ученые говорят, что предпочтительнее, если вы уже оказались в мечети с имамом, совершить молитву до конца вместе с имамом, закончить Уитар вместе с имамом, и потом можете идти отдыхать, можете даже после этого теоретически тоже совершать какие-то молитвы, но лучше совершить эту молитву с имамом, потому что в этом объединении мусульман. Тем самым мусульмане демонстрируют свое единство вокруг одного имама, вокруг одной мечети, и это очень важно. И после этого вам записывается награда, как будто вы молились всю ночь, вплоть до наступления утра. И также посланник Аллаха, салли Аллаху алейу ассалям, сказал, «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, то тому человеку будут прощены все его грехи, те, которые он совершил раньше». Подведем итог, дорогие братья. Молитва – это очень важный акт поклонения, самый важный. Это связь раба со своим Господом. Если эта связь прерывается, то человек выходит за пределы религии. Об этом сказал сам посланник Аллаха, салли Аллаху алейу ассалям, и об этом нам нужно помнить с вами. Напоминать своим старшим, учить своих младших, и в первую очередь учить самих себя вовремя, своевременному, исправному совершению молитвы. В первую очередь обязательных. Некоторые люди полагают, что им полагается награда только за совершение обязательных молитв, точнее, желательных молитв. А за то, что они совершают обязательную молитву, просто им нет греха. Это не так. Самая большая награда полагается за исполнение обязательной молитвы а уже после этого награда полагается за совершение желательной молитв и третий момент очень важный что эта жизнь это время поступков и дел кто не успел в этой жизни совершить достойные дела то тому не стоит надеяться что в следующей жизни он будет из числа преуспевших и попадет в рай и тот кто совершил какой-то грех ему не стоит отчаиваться в милости аллах он не должен считать себя что он падший греш грешный человек и что у него нет шанса на на спасение на прощение от алла нет аллах пока ты живешь дает тебе шанс исправиться ворота покаяния они открыты пока человек не издаст предсмертный хрип всевышний аллах сказал в куране inna al-hasanati yudhidna siyat великая дикрали дакирин поистине хорошие деяния устраняют плохие деяния и одним из самых лучших деяний является молитва не забывайте об этом брать и в этом является поминание для тех кто поминает это напоминание закумала хейран прошу свершний аллах дать нам баракат дать нам благо в наших уроках нашем посте в нашем взаимном понимании поминание и просим всевышний аллах чтоб дал нам успех выстаивать обязательные молитвы так как он будет этим доволен вплоть до дня нашей смерти не закрывала хейран баракаллафейкум саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат